Опыт первого кочевого детского сада распространят по всей Нинецкой тундре. Первая «Ласточка» была запущена в июне этого года на Канине в западной части округа. В первом кочевом детском саду начали готовить к школе детей-оленеводов. Два летних месяца с оленеводческими бригадами кочевала педагог из детского сада НИСИ Галина Шубина. Что такое фольклор? Кто из вас знает? Учениками Галины Шубиной в Канинской тундре стали шесть будущих первоклассников. Педагог в занимательной форме учила ребят счёту и работе с книгой, знакомила с культурой предков и детской литературой. Опыт первого кочевого детского сада в регионе считают успешным. Проблема адаптации системы образования к традиционному образу жизни коренных народов стояла всегда. И сегодня мы возвращаемся к идеям 30-х годов прошлого века, которые доказывают свою эффективность. Малышам, привыкшим к вольнице тундры, очень сложно приходится в первом классе, когда рядом сельские дети, посещавшие детский сад и подготовительные курсы. Наша задача – сделать этот переход безболезненным. Отзывы родителей оленеводов, чьи дети посещали кочевой сад, свидетельствуют, что мы на верном пути, сказал глава региона Игорь Кошин. На совещании в Канинской тундре, инициированном губернатором, было решено, что формат кочевого сада пока останется летним. Причина – организация быта приезжающего педагога в условиях Крайнего Севера. С бытовой стороной вопроса тесно связан и кадровый. Потенциальный воспитатель кочевого сада должен иметь опыт жизни в тундре. Помимо прочего, это тяжелая физическая работа и багаж знаний. Как управляться с оленями, ставить чум, готовить пищу, сказала педагог Галина Шубина. В окружной департамент образования продолжают поступать заявки от оленеводческих хозяйств, желающих организовать кочевой сад на базе своих стойбищ. Финансирование проекта под патронажем Игоря Кошина осуществляется администрацией Ненецкого округа. Богатый опыт организации кочевых форм обучения есть у наших соседей на Ямале. В 2015-2016 учебном году на территории Ямала-Ненецкого автономного округа предоставляют образование в местах кочеве 15 образовательных организаций, 10 детских садов и 5 школ. Образовательный процесс ведут 27 кочевых педагогов. Дошкольным образованием охвачено 235 человек, начальным общим образованием 43 ребёнка, сообщает пресс-служба администрации Ямала.